В театре «Самарская площадь» премьера. На суд зрителей представлен спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименному рассказу Достоевского. Постановка раскрывает малоизвестную юмористическую грань творчества Достоевского, которого большинство воспринимает как трагического автора. Показ приурочен к 200-летию со дня рождения великого русского писателя. Премьера – это знаменательно для нас прежде всего тем, что этот проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на грант правительства Российской Федерации на поддержку театрального искусства 2021 года. Согласно условиям гранта между Самарой и Санкт-Петербургом произойдет культурный обмен. Для работы над спектаклем приглашены режиссер и художник-постановщик из Северной столицы. Это еще и символично, ведь именно в Санкт-Петербурге происходит действие многих романов Достоевского. Там он прожил последние годы и умер. Достоевский – крупная личность. Чем крупнее личность, тем сложнее, витиеватье эта личность изъясняется. А стало быть, и юмор у него не плоский, не такой какой-то посредственный. Это одно из ранних произведений Достоевского. Сначала было написано два рассказа, потом он через несколько лет объединил их в один. В Самарской постановке по-новому заиграли характеры главных героев – мужа-ревнивца Ивана Андреевича и его ветреной жены Глафиры. Ведь, несмотря на всю комичность постановки, играть нужно было по-достоевски вдумчиво. Прямо скажем, роль-то на сопротивление. И работать в таком, неправильно сказать, жанре, а правильно сказать, новый способ существования в этом спектакле, мы как-то совершенно по-иному работаем, нежели чем мы привыкли. В другом темпе, в другой манере. Да, форма существования для нас немного новая, быть может, все у нас в таком монохроме, и вот именно моя роль складывалась в каких-то полутонах. Из полутонов мы строили какую-то перспективу образа, роли, для того, чтобы добиться какого-то емкого целостного персонажа. Зрители, пришедших на спектакль, ждут не только актерская игра, но и вокальные партии. В этот спектакль включены два произведения вокальных, серьезных. Это «Песни герцога» из оперы «Регалета» и «Хабанера» из оперы «Кармен». По задумке режиссера, они должны усилить иронию Достоевского по поводу популярных в то время водевилей. Ольга Хомракулова, Григорий Плешаков. События.